Ну а мы же переходим далее к следующей теме нашего разговора. В России ликвидировали неофициальное вооруженное формирование ЧВК «Вагнер». Окончательное решение принял лично Владимир Путин. Об этом сообщает телеграм-канал «Можем объяснить». Сейчас идет процесс разделения «Вагнера». Власти предлагают всем заключить контракты с Минобороны. Из определившихся большинство рядовых пригожинских наемников решили уйти в подчинение к Шойгу. Несколько тысяч боевиков уже находятся в Беларуси. Но они практически обезоружены. CNN в свою очередь сообщает, что всего за это время на белорусскую территорию перебросили уже по меньшей мере 2000 вагнеровцев. Более подробно об этом далее в сюжете. Россия закрывает основную базу группировки ЧВК «Вагнер», расположенную на военном полигоне Молькино вблизи города Горячий Ключ. Об этом сообщил телеграм-канал «Разгрузка Вагнера». Там опубликован ролик снятия флагов России и группировки на базе. Мы снимаем флаги России и ЧВК «Вагнер» со своей базы в поселке Молькино. База прекращает свое существование. ЧВК «Вагнер» убывает в новые места дислокации. После мятежа 23-24 июня в Кремле объявили, что основатель группировки Евгений Пригожин уедет в Беларусь. Наемникам же предложили подписать контракт с Минобороны России или уйти с Пригожиным. О том, что в России окончательно ликвидировали неофициальное вооруженное формирование ЧВК «Вагнер», сообщает телеграм-канал «Можем объяснить». По их данным, такое решение было принято лично российским диктатором Владимиром Путиным. Один из наемников ЧВК сообщил, что сейчас идет процесс разделения «Вагнера». Происходит деление «Вагнера» на буквально таких три составляющих. Первая составляющая – это те люди, которых вынуждают заключить контракт с Минобороны. Есть вторая часть – это люди, которые отказываются заключать контракт с Минобороны или Минобороны не хочет с ними как-то контактировать. И третья составляющая – это люди, которые не хотят ни ехать в Беларусь, ни заключать контракт с Минобороны. То есть эти люди становятся вольными птицами. Не секрет. Они, скорее всего, вернутся к преступной деятельности, поэтому скоро в России стоит ожидать бума новых преступлений. 14 июля Минобороны Беларуси подтвердило прибытие наемников ЧВК «Вагнер» в лагерь в Могилевской области. Министерство обороны заявило, что на белорусских полигонах будет происходить обмен опытом между наемниками ЧВК «Вагнер» и вооруженными силами Беларуси. Александр Лукашенко, когда он пригласил всех наемников в Беларусь, он открыл такой ящик «Пандоры», потому что мы знаем, что в Беларуси, например, только ОМОНа от силы 2,5-3 тысячи. Если все вот эти наемники сейчас перейдут в Беларусь, это создаст потенциальную угрозу для режима Александра Лукашенко. Мы знаем, что Владимир Путин, он, конечно, друг Лукашенко, но такой заклятый друг. Поэтому кто его знает, что там будет. Как сообщает мониторинговая группа «Белорусский Гаюн», в Беларусь прибыла уже шестая колонна бойцов ЧВК «Вагнер» из 100-120 единиц техники. Общий вывод по текущей ситуации. Продолжается организованное перемещение наемников ЧВК «Вагнер». Только в течение 18 июля в Республику Беларусь прибыло три колонны с наемниками. В настоящее время пунктом назначения колонн ЧВК «Вагнер» является полевой лагерь в деревне Цель, Осиповический район. Прибыло в Республику Беларусь около 275-305 единиц, преимущественно автомобильной техники, и около 1400-1500 человек личного состава, сообщает телеграм-канал «Белорусский Гаюн». Литовский президент Гитанос Науседа заверил, что у Литвы достаточно средств безопасности для реагирования на потенциальные враждебные действия вагнеровцев с территории Беларуси. «На данный момент их достаточно. Несомненно, мы будем следить за ситуацией, и если потребуются решения, обязательно их примем в кратчайшие сроки, учитывая, что Беларусь – достаточно небольшое государство. Изменить планы и перебросить их – вагнеровцев – к западным границам. Дело нескольких часов». Гитанос Науседа, президент Литвы, сообщает издание «Делфи». Президент Литвы также заявил, что Госсовет по обороне еще до саммита НАТО принял решение об увеличении сил разведки на восточной границе и утверждении плана прикрытия границы. Юлия Биль для телеканала «Фридом». В свою очередь, владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин впервые после июньского мятежа появился на публике. Видео с его участием распространили связанные с главой ЧВК телеграм-каналы. На опубликованных кадрах Пригожин выступает перед наемниками, предположительно, в полевом лагере на территории Беларуси. Своим подчиненным он заявил, что они будут проходить подготовку, а после отправлены в Африку. В то же время Пригожин допустил, что наемники могут вернуться в зону боевых действий на территорию Украины. Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. И, возможно, вернемся на слово в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!